Через несколько месяцев в России состоятся президентские выборы, хотя теоретически президентская кампания еще не идет, практически она уже началась. Как вы ее оцениваете? Для нас она началась еще год назад, когда Алексей заявил о своем намерении баллотироваться на этих выборах. И вот целый год у нас шла кампания за выдвижение, за регистрацию в качестве кандидатов в президенты. Кажется, мы сделали много уникальных вещей, открыли много штабов, сагитировали много сторонников, но сейчас мы приходим в последнюю фазу. Скоро узнаем, зарегистрировать его. Какие прогнозы у нас в штабах? Мы не делаем прогнозы. Наша задача, как можно сделать максимальное количество усилий, чтобы его зарегистрировать. Алексей Навальный постоянно задает вопрос, боится он или не боится, почему не уезжает и так далее. Есть такие прогнозы, что Кремль может посадить его на тему реальный срок, вместо условного, чтобы избавиться от политического конкурента. Рассматривается ли такая возможность и продолжит ли штабы свою работу и активисты Навального свою деятельность в регионах? Такие угрозы для людей, которые занимаются политикой в России, существуют всегда. Но и Алексей, и другие наши сторонники, которые находятся под постоянным прессингом в России, они исходят не из угроз, а из того, что есть некое общее дело, которое мы делаем. Аудитория Алексея Навального, эти люди, которые приходят в штабы, это прежде всего молодежь? Потому что обычно говорят, что завольнято, и в принципе это достаточно иронично. Не потому, что завольняют это молодежь, но у молодых людей, конечно. Потому что одна из вещей, которые мы подтвердили в ходе кампании, вот что волнует людей в регионах. Это прежде всего не то, что они живут плохо, бедные, а то, что нет особой перспективы. И тот режим, и та система власти, которая была Путиным в России внедрена за последние годы, она им не дает никакой возможности. Поэтому молодые люди, естественно, чувствуют это острее, чем более зрелые и пожилые. Поэтому естественным образом они идут в наши штабы. Алексей Навального часто обвиняют в том, что он не затрагивает практически тему внешней политики России, не осуждает аннексию Крыма, а мало бы говорит вообще про тему Украины. Это сознательный шаг? И почему? Алексей прежде всего говорит о тех вещах, которые волнуют людей. И у него, как может быть ни у кого из российских политиков, есть опыт общения с людьми. Потому что он каждые выходные ездит, посещает три города и проводит там большие встречи с жителями этих городов. Поэтому, конечно, людей в первую очередь подняют социально-экономические проблемы, вопросы местного самоуправления, каких-то проектов в их городах. С точки зрения внешней политики, наша позиция понятная. Мы, безусловно, считаем, что российские действия на Украине, аннексия Крыма и поддержка северо-паратистов на Восточной Украине, это, безусловно, не в интересах российского народа. Это прямо противоречит. И мы против этого. Как Вы рассматриваете кандидатуру Ксении Собчак? И, по Вашему мнению, угрожает ли ее кандидатура Алексею Навальному из-за проекта у него, как будет часть его истории? Ну, мне кажется, что каких-то реально политических успехов добивается тот, у кого длительная стратегия. Вот мы видели, Прохоров участвовал в выборах несколько лет назад, и сейчас у этого нет какого-то результата. Вот он участвовал, а если бы не участвовал, то ничего бы сейчас из них не было. Ксения занимается большим количеством вещей в медиа и в журналистике. Ее, в принципе, карьерный список не дает оснований полагать, что она долгое время будет заниматься политикой. Будем смотреть. Есть большая вероятность, что даже если Алексей Навальному зарегистируют как кандидата в президенты, на выборы он не победит, и понятные причины, если на выборы против Владимира Путин. Что вы планируете дальше делать со штабами, с тем активом, который сформировался? Во-первых, выборы, которые мы сейчас будем иметь, это же не настоящие выборы. На нашем форуме называют псевдовыборами, и мы в этом согласны. Но, безусловно, возможность быть кандидатом в президенты, возможность вести агитацию – это важный для нас способ распространения своей позиции, пропаганды, привлечения новых сторонников и волонтеров. Наше отличие от, может быть, других российских демократических сил в том, что мы знаем, что мы делаем между выборами. У нас есть антикоррупционные расследования, у нас есть медиа-империя, не побоюсь этого слова, и у нас есть работа над программой постоянная. Так что мы примерно будем продолжать креативно подходить к тому, чтобы повлиять на то, чтобы в России произошли изменения. Спасибо. Спасибо.